Всех приветствую, с вами Джок. Сегодня у нас снова реплей по Red Alert. На этот раз у нас карта Кабана Республик, как я недавно узнал. Или в простонародье Тропический Рай. Игроки у нас это Зиг Сторон и Линг Даш из Шахана. В общем, какой-то странный ник-нейм. Вообще, один из игроков Играет за рандом, а другой за Империю. Но так уж совпало, что оба игрока играют за Империю. Сразу Видим, что и один и другой игрок выходят через энергостанцию и две казармы. Точнее, дадзё. Даже три дадзё. Три дадзё. Кто-то Поставит больше? Нет. Только пока что три дадзё. И, естественно, обогатители, обогатители. Дорогие нынче у нас Империи. А сами дадзё выдвинулись на позицию. Да, только есть различия уже на этом этапе от каждого игрока. Во-первых, это энергостанция в жопе мира. Вторая со стандартной стороны, то есть желтого. И голубой, в отличие от желтого, развернулся на базе дадзё. И, кажется, его продал. А использована Война Императора, теперь использует в бою. Основные две дадзё использует он, чтобы, видать, перехватить. Но у противника дадзё побольше будет. Тут дадзё уже развернулась, а это дадзё. То есть, мало того, что жёлтый игрок смог поставить две дадзё возле каждой добычи. Кстати говоря, скоро будет план перехват, то он ещё и производит до сихую пехоту. О! Hotel Marina называется этот отель. Застройка ведётся полномасштабная. Опа, а Тенгу уже прилетает, мы видим. Ну, подстройка Тенгу со стороны голубого, да и со стороны жёлтого тоже Тенгу скоро будет. Видим, что уже начинается здесь перестрелка. Ну, не в пользе жёлтого. Жёлтый, видимо, и эту, и другую добычу проиграет. Всё потому, что Тенгу имба, всё. Тенгу имба, Тенгу имба. И больше нечего сказать. Ну, и жёлтый тоже начал производить Тенгу. Тут зон под руль не хотел подорваться, но не получилось, не фартануло, не успел он. Дадзё, кстати, было не сломано. А здесь осталось дадзё врага и появился инженер, который машет нам на прощание и заходит в эту добычу. Интересно, вышки уже на стороне голубого. Видим, здесь окружается Тенгу жёлтого. Видимо, взрыв пакета у него не было, хотя мог бы красиво взорваться, между прочим. Красиво уйти не запретишь. Видим, БТР КГ, который своим появлением уже расшифровал себя и тут такой сюрприз, гиндер сюрприз появился. Жёлтский опак. Видим, красиво танцует БТР. В конце концов, он на воздушной подушке и оттуда прям очень-очень много счастья вылезает. Очень-очень много всего хорошего. Того, что голубой не хотел бы видеть. Дадзё здесь стоят, дадзё здесь было продано, разрушено, убито и умер инженер. Остался воин императора, патрулировать эту местность. Здесь БТР КГ пытается как-то интересно кайтить, то есть переключаться, что вот это вот всё. Но БТР КГ скоро будет разобрана запчасть, ему дропнуть бы напоследок, дропать напоследок танкбастеров. Танкбастеры пытаются поубивать здесь Тенгу, но в итоге сами помирают. Ну, одного Тенгу они убили, БТР КГ был убит. Уничтожен, уничтожен убит. В итоге потерял только, по-моему, БТР. А, нет, добыча была всё-таки потеряна. Ну, неплохо, неплохо. На некоторое время и снова разворачивается здесь дадзё. Почему бы нет, когда да? Можно переводить это дадзё, чтобы с этого дадзё перехватить эту нефтяную вышку. Я думаю, это идеальный план. А, кстати, ещё и пятое дадзё. А если суммировать, то это, наверное, ещё двенадцатая дадзё уже на карте, если я не ошибаюсь. Хотя, наверное, ошибаюсь. Или восьмое. Я думаю, где-то восьмое дадзё. Видим, что Тенгу жёлтого прилетает на базу к синему, голубому. Снова начинается харасс или харассмент, как кто называет. Также работает Тенгу есть на базе. Индергостанция в жопе мира, как всегда, как всё хорошо. Ну, голубой тут на месте, тут как тут. Тут, правда, всё равно была разрушена добыча. Нет, была отвлечена добыча. И боёвый добыча падает, падает. Печальное зрелище, конечно, Тенгу обменяли одного Тенгу на время добычи. Да, на время добычи, это правильно будет сказать. Тенгу, в общем, по карте вообще хозяйничают. Туда-сюда летают, всё то, всё делают. Тут вон перестрелки ходят. Всякие вещи вытворяют интересные. И голубой на данный момент выглядит как более выгодной позиции. Я бы сказал, у него более выгодная позиция, но путь может измениться. Бой может измениться. Всё может измениться в этой катке, я думаю, абсолютно. И я думаю, что голубой может потерять своё преимущество, которое он имеет. Здесь уже можно перехватывать, и даже здесь разворачивается. Да, Джон, чуть-чуть было не захватил завод, но его всё-таки продали, а инженера с светящимися ботинками убили. Лишился на некоторое время производства голубой игрок. Голубой имперец. Также, кстати говоря, есть ещё тир-два юниты. То есть, опа, под щиты, щиты включили тенгу, перестрелка под щитами тенгу. У обоев, видимо, взрыв пакеты есть, да, это очень красиво взрываются тенгу, очень больно. А, нет, нету, у жёлтого нету взрыв пакета, нету. А взрыв пакета-то нету. А то было бы красиво, красиво, да. Продается, оттуда выбегает. Голубой император. Голубой решил уничтожить нефтяную вышку со словами, видимо, да не достанешься ты никому. Продается издание, чтобы дистанцироваться, а то я уже думал, потеряет пару тенгу. Нет, потерял только щит. Опа. Щиты умеют перемещаться отдельно от тенгу, это неплохо. Завод, кстати, был восстановлен, но технологии были потеряны. К сожалению, к сожалению. Технологии нема. Сам же жёлтый игрок играет с тир-1 технологиями. Вертолётах, к слову, все были потеряны, так что, по сути, то, что он воспроизвел свои технологии, воспроизвел юнитов, это как бы не очень-то и хорошо на нем сказалось. К его счастью или сожалению. И пока голубой разбирается с добычей соперника, жёлтый разбирается с добычей голубого. Только вот там одно дело нефти, другое дело комбайны. Тут комбайн пытался перестреливаться, но он уезжает задом, так он намного быстрее получает урон. И намного быстрее развалит. Вот уже и тенгу подуспели голубого, только вот обилка жёлтого-то уже перезарядилась, то есть ничто ему не мешает либо по раздельности расстрелять эту армию, либо улететь. Да, вот просто улетает жёлтый, говорит, до свидания, маши бручки. Остался один тенгу, но и он тоже не забывает улететь отсюда. В итоге спасается, здесь занимается точка, здесь занимается точка. И в центре-кантри, карты контролируют. Здесь есть дотёк, который ждёт своего часа, чтобы вылупиться. Ага, ломается стена, с помощью стены уже можно разведать. Ломается стена, восстанавливается комбайн. Добычи сейчас у голубого нет. Точно. Жёлтый сейчас полностью добывает, он полностью во все оружие, у него есть даже дадзё здесь скрытое. Дадзё уже готовится нападать, но передумала, передумала, прилетаю тенгу. Нет, они его... Нет, сидят, не сидят. О, будет ли перестрелка тенгу на тенгу? Тенгу без щитов. Спускается вниз, включает щиты. Здесь беззащитная казарма просто падает под огнём тенгу. О, пытается спрятаться под энергостанцией, чуть-чуточку получается, но ток уступила на сушу, сразу умерла. К её сожалению. Но вот тенгу жёлтого хотели было напасть, но передумали, передумали. Почему? Непонятно. Тем временем тенгу синего просто стоят. А, тенгу жёлтого взлетели, да? Да, они взлетели. Теперь будут патрулировать всю эту зону. Видим, что два секретных тенгу летят. Куда летят, непонятно. Жёлтый, видимо, будет попадать в лоб. Здесь появляется МСЦ. Появляется свой боевой вертолёт, то есть вышел, да, в Тир-2 технологии вышел имперец. Тир-2 завода, если быть точнее. Но к нему уже гости летят. Здесь уже начинается воздушная перестрелка на самом-то деле. И, наверное, он зря спустился, потому что боевые вертолеты никто не отменял. Тут он стоит, правда, он бамбук курит. А, но со стороны синего тоже есть боевые вертолеты, это печально. Для жёлтого теперь он просто так не сможет. Но, благо, часть тенгу осталась в воздухе, чтобы прикрыть своих собратьев. Я думаю, оставшихся можно приземлить. Да, то же самое делает жёлтый. Начинается перестрелка и МСЦ, даже МСЦ вписывается в эту потасовку. Тенгу просто трансформируется в землю сразу, видимо, в яму, в которую ему выкопали. Тут ещё и в воздухе перестреливается от тенгу, между прочим, более успешно со стороны жёлтого. Если на земле победил голубой, то в воздухе уже победил жёлтый. Тут его ещё есть так называемая курица. Курица, которую съедят... Нет, МСЦ слишком медленный, чтобы съесть курицу. Боевые комбайны входят в боевой режим, чтобы перестреливаться. Но мне кажется, это уже... Да, это уже проигрыш голубого. Голубой, я думаю, проиграл уже. Даже здесь просто за залёт мало что сделал. Да, убрал добычу, но здесь были боевые вертолёты, да. Всё было спасено. А вот голубой на самом деле прокакал момент. У него сейчас нет добычи. Скорее всего, у него даже денег нету... Нет, деньги есть на производство. Но как бы их все не потратить. Тенгу куда-то полетели, видимо, в какой-то последний шанс, я не знаю, в рейж-атаку. Размен как бы это плохо для него, потому что всё ещё может воспроизводить жёлтый игрок. Там ещё и по дороге что-то прилетает интересно со стороны курицы. МСЦ попытается как-то повоевать, что ли? Тут прокачанный даже есть. Вот, посмотрите, на это дело. Здесь снова начинается атака на добычу, но какой толк от этой атаки вообще, непонятно. Там... Да-да-да-да-да-да-да... Нет-нет... Да, сожрал его! МСЦ сожрал! МСЦ... Видимо, в ударе в этой игре участвует в перестрелках. Курица, конечно, красиво подловила этого Тенгу. Он взрывается вообще от проигрыша. Неважно, сдался ли голубой игрок или его МСЦ уничтожили. Суть одна. Он проиграл в этой Тенгу войне, к сожалению. Причем, несмотря, кстати, по войскам. Что по войскам? По войскам он постепенно проседал, то есть... Угу. Что по постройкам? По постройкам был впереди планеты всей. По ресурсам. По ресурсам Зек Сторон его потом обгонял. Но он постоянно вдарил по экономике, плюс забирал у него добычу. Вот насколько важно на примере этой игры добыча и ее непрерывность. То есть у желтого, даже несмотря на то, что у него большую часть времени не было добычи нефтевышек, но у него была стабильная добыча на базе, и он смог экономически противника перебороть. Ну, а еще он не давал развернуться у себя на базе всяким дадзё. Кстати, соотношение убитых и раненых просто посмотрите, у голубого намного лучше, то есть он убивал намного больше. То есть эффективность его юнитов была выше объективно. Постройки примерно одинаковые, постройка разрушена, захвачена, продана. Видимо, стены тоже считаются особых возможностей использованы. То есть игроки были примерно равны, судя по табличке. сыграли неплохо. А если вам понравилось, то ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, я очень жду от вас любой актив. Также какие-то мысли, свои идеи, я тоже очень рад их посмотреть, послушать. А на этом, пожалуй, всё. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока-пока. Продолжение следует...